У меня есть хорошая новость для каждого верующего, для каждого брата и сестры. У вас, у нас, у всех верующих в Иисуса, призывающих Его имя, есть в Нем уже победа. И да, есть этот момент, когда нужно прибежать к Богу, когда нужно встать на эту власть. И знаешь, Виктория, у нас есть минута, да? Две минуты я хочу рассказать историю из нашей личной жизни, как Бог нас учил молиться. И когда-то моя жена работала... Вот на тебя смотришь и даже не думаешь, что ты под колдовством, который желает вам смерти, разрушения, что просто люди точно так же соглашаются в дьявольской силе, но в Божьей силе наша сила больше. И ты выглядишь таким счастливым, таким спокойным, в таком мире, шаломе. Друзья, пусть этот мир будет с теми, кто пребывает сейчас под давлением. Да, я скажу, наша история свидетельства началась с того, что против нас начали колдовать. И противостоять физически, то есть делать демонстрации возле входа в общину, в церковь. И я помню, что, знаете, я всегда верил и понимал эти принципы духовной войны, но физическое присутствие протестующих, оно взяло наше внимание так, что где-то мы молились всегда, мы благословляли проклинающих нас по Писанию, да? Мы молились и делали все как надо. Но из-за того, что их присутствие было физически, каким-то образом мы где-то потеряли вот этот вот фокус, да, именно духовной войны. Но что сделал Господь? Он все это исправил. Как? Один раз прошел период, когда мы начали терять своих партнеров. Казалось бы, без физической причины. Я начал получать письма от друзей из Европы, от друзей из Азии, от друзей из Америки и других мест. А прямо писали письма, что мой бизнес пошел вниз, у меня сейчас проблемы, я хочу помогать вам, я хочу делать с вами проекты, но сейчас я не могу. И знаете, когда это одна страна, континенты целые, Азия, европейский континент, да, американский, Северная Америка и другие, это привлекло мое внимание. Я помню, я начал молиться, спрашиваю Бога, что происходит. И Дух что-то показал мне картинки, фотографии, которые я видел до этого в интернете, но не обратил на них внимания, он прям показал мне. И я тогда пошел в интернет, открыл, я открыл статьи тех, кто работает против нас. И я прям увидел, что они написали, что они высвобождили самую сильную молитву, которая только есть, скажем так, в их распоряжении. Она называется пульс аденура, это вавилонский язык на самом деле. Она заключается так, что высвобождают демона, древнего демона, который приходит против тебя и бьет тебя огненным кнутом, поражая тебя в мозг, и после этого ты должен умереть. Те, кто пользуются, колдуны, которые пользуются этим молитвам, они также осторожничают, потому что они понимают, что если они делают что-то неправильно, это может к ним вернуться. Они тоже это знают, то есть это очень серьезно. Я понимаю, что звучит прям в фильме ужасов, да? Да, 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 детектив настоящий. И я читаю их веб-сайты, там они также пишут, что мы перекроем все их ресурсы, то есть мы перекроем их источники. Прям язык какой-то, перекроем источники. И я помню, когда я понял, что проблемы, которые у нас есть, это страхи, которые приходят, атаки поначалу, которые приходят, финансовые атаки, вдруг все пошло вниз, да, вот неожиданно. Я вдруг понял, что это дьявол, это колдовство. И тогда я сказал сразу же, позвал команду и говорю, дорогие, колдовства я точно не боюсь, проклятие я точно не боюсь, потому что у нас есть Слово Божье и у нас есть Иисус. Но этого было мало, нужно было помолиться, нужно было высвобождать эту победу, да, эту силу. И тогда мы взяли власть во имя Иисуса, мы провозгласили, мы разрушили влияние колдовства, и мы сейчас это сделаем именно таким же образом, мы вместе с вами это сделаем, дорогие. Но знаете, что произошло? Буквально в течение месяца все вернулось обратно, мы получили обратные новости. У меня теперь все хорошо с бизнесом, я снова ваш партнер. Аллилуйя, аллилуйя. И знаете, это был ряд, ни один, ни два, ни три ситуации. Поэтому я понимаю, что 5-6 человек написало, я знаю, что против многих сегодня высвобождено колдовство, потому что духовный мир реален. Есть колдовство конкретное, есть просто дьявол работает против пасторов, служителей, людей божьих, он видит, знаете как, он не может читать ваши мысли, но он смотрит на вашу жизнь, он видит потенциал призвания, славу Божию, видит, что Бог пометил вашу жизнь, и на вас большое призвание, поэтому он выступает против вас. Но, слово Божие говорит, одним путем враг выступает, кто помнит, с какими путями побежит, семью путями побежит, семью, дорогие, запомните это слово, семью путями побежит. Поэтому давайте вместе встанем и проразгласим за все эти ситуации. Как зовут этих людей у тебя семена, Виктория? Они разные, Ольга из России, Гульнас, Уфа, Казарина из соцсетей, там и мужчины, и женщины, потому что видят, что это и на семью влияет, и на церкви влияет. Дорогие, дьявол реальный, бесы реальны, колдуны реальны, но слава Божья и сила Божья, она больше, и Слово Божье говорит, что кого Сын освободит, тот истинно свободен будет от всего, также от колдовства. Поэтому молитесь вместе со мной, давайте встанем. Я не могу встать, я в студии пристегнутый микрофон, дорогие, прям встаньте сейчас, сделайте такой просто шаг, физический шаг, чтобы провозгласить духовный мир. Просто встаньте со своего дивана, стула, встаньте, давайте вместе помолимся сейчас и скажем, во имя Иисуса Христа. Мы молимся, я молюсь против всего колдовства и всякого колдовства во имя Иисуса. Слово Божье говорит, что незаслуженное проклятие, в том числе проклятие колдунов, они не исполнятся во имя Иисуса. Написано, что чтобы дьявол не замышлял, его сила, его воля, она не исполнится в наших жизнях, но Божья воля во имя Иисуса. Поэтому по написанному слову, мы ставим все на слове, мы берем щит веры, которые могут угасить даже все раскаленные стрелы дьявола во имя Иисуса. Итак, мы разрушаем колдовство, мы разрушаем все эти высвобожденные молитвы колдовские, мы высвобождаем все эти заклинания во имя Иисуса, мы просто разрушаем все это выражение, все эти гадания и их последствия во имя Иисуса. Мы прямо сейчас разрушаем все это, и ломаем это в духе во имя Иисуса, и ложим это под ноги Иисуса, под ноги Иисуса, под ноги самого Господа во имя Иисуса. Мы призываем также кровь Ищуа, защиту крови Иисуса на вашу жизнь, на жизнь ваших домашних, на ваших мам, на ваших отцов. Также во имя Иисуса мы говорим сейчас, мы связываем всякое проявление бесцовское в квартирах, в домах, в машинах во имя Иисуса. Мы говорим, что я просто увидел в духе, что против кого-то колдует, чтобы он врезался на машине, и вы, наверное, уже видели какие-то знамения. Мы во имя Иисуса говорим, что аварии не произойдут именем Иисуса, Божья защита будет покрывать этих людей, аварии не произойдут, враг не сможет сделать ничего именем Иисуса. Мы ставим ограждение, мы ставим защиту, как написано в Псалме 91, щит и ограждение, истина Его. Истинный Иисус – это щит и ограждение. Халлевый, мы покрываем вас теперь, с этого момента, с этого момента, братья и сестры, я призываю вас просто воскликнуть голосом радости и проглашать. Вы теперь скажите, я в победе, дьявол имеет власти надо мной, дьявол может сломить меня, никакое колдуетство не сбудется в моей жизни. Важно, чтобы вы также это говорили вслух, важно, чтобы вы радовались, верили в это, говорили вслух. И также я увидел сейчас в духе, что вместе с колдостом был у нас рожден страх, страх. Написано, страха их не бойтесь. Написано, что в любви нет страха, но совершенно любовь изгоняет страх, поэтому также мы связываем прямо сейчас эту несвободу от духа страха. Мы говорим во имя Иисуса, страх убирайся вон, страх убирайся вон. Он проразглашает Божью смелость, которая говорит, праведник смел, как лев, праведник смел, как лев во имя Иисуса. Дорогой, просто примите сейчас решение и скажи, я буду смел, как лев, как мой Господь, который является львом из коленой Иудина. Аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя. Аллилуйя, 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 Благодарим Тебя, Иисус. Аллилуйя, Израиль, спасибо за такую чудесную молитву, за чудесное свидетельство. И я еще раз хочу вам сказать, что я вижу просто, что Господь побуждает свой народ входить к нему, в его дворы с весельем, входить с хвалой. Вы помните, что Израильский храм, он был устроен, где было три этапа вхождения. Первый был этап двор язычников, второй был двор евреев, когда уже избранный народ приходил. И третье, самое интимное место, самое сокровенное место, это было святая святых, там где Дух Божий, присутствие священное, живое, благотворящее находилось. Туда могли входить только чистые священники, которые сутки напролет читали Слово Божие, читали Священное Писание, чтобы даже своей мысли какой-то, какой-то грешного маленького помысла не было, чтобы они не умерли в святом Божьем присутствии. Господь сказал, что эта преграда между священным, животворным Божьим присутствием была разрушена на кресте Иисусом Христом. Для того, чтобы мы могли входить в святое святых, к Богу, покрытые кровью Агнца. И эта кровь приходит на нас, когда мы призываем им о Господне. Если вы призываете Его, если вы открываете своё сердце, чтобы Он наполнил вас, ваше сердце становится святое святых. И Бог говорит, я хочу, чтобы ты был в покое моём, в мире моём. Интересно то, что действительно я просто знаю, что это слово. Мы говорим, что сегодня свобода от зависимости, но свобода от. Для чего? Свобода от зависимости для чего? Чтобы жить просто свою жизнь? Нет. Библия нас много-много раз предупреждает, что когда бес, демон, бывает изгнан из чего-то дома, если этот дом не наполняется Божьим присутствием, то бесы, ходя по безводным местам, приходят проверить, заполнено ли это сердце, заполнена ли это душа. Если они находят, что там нет Божьего присутствия, тогда приходят семь злейших. И хочу, чтобы мы увидели, для чего мы обретаем свободу от зависимости, от грехов, от болезней, для того, чтобы войти в сокровенное общение с Богом, для того, чтобы не просто приходить к Нему три раза в год на праздники, поблагодарить за то, что Он дал нам благополучную жизнь, но для того, чтобы наслаждаться общением с Ним, для того, чтобы узнавать Его, для того, чтобы познать, для чего вы были созданы изначально. Бог видел вас до начала времён, Бог возлюбил вас. Его замыслы о вас на добро, а не на зло. Его замыслы о вас величественны, для того, чтобы вы были подобны Иисусу, для того, чтобы вы воплотили то, что не раскрыл в полной мере Адам, который светился, который обладал невероятным могуществом, преобразуя землю, преобразуя зверей в славе Божьих. Это было настолько величественно. Вся Вселенная поёт гимн. До сих пор всё творение ожидает, стинает, стонет и мучается, ожидая откровения от вас о любви Божьей, о замысле Божьем, который Бог хочет, чтобы вы пережили. И народ Божий говорит нам послание к евреям. Народ Божий не получил благословения, видя невероятные чудеса. Представляете, если бы перед нами разделилось море, если бы перед нами и из-за нас погибла могущественнейшая армия, самого сильного государства в мире. Вот сейчас объединился Евросоюз. Представляете, если бы весь Евросоюз, все Соединённые Штаты выпустили против вас все крылатые ракеты, и вдруг они падают в море. Вы видите эти чудеса, но ваше сердце ничем не наполнено. И Писание говорит, что они не получили пользы, видя эти чудеса, потому что они не вошли туда, куда Бог их звал, в свой покой, в полное единение и доверие Ему. Господь вас зовёт к себе. Просто возревнуйте о большем. Не просто даже получить свой кусок хлеба на сегодня, не только чтобы получить маленькое исцеление или большое исцеление, но Бог зовёт вас к себе, к своему сердцу. Знаете, интересно, что удивительно, это откровение о любви имел апостол Иоанн. И Писание говорит, что он лежал у груди Иисуса. Он лежал там, где было хорошо, где был мир. И Иисус сам любил его. И эта любовь сохранила его. Он был единственным, кто остался с Иисусом до самого конца. Не потому что Иисус меньше любил других учеников, но потому что именно апостол Иоанн получил, принял и переживал это откровение, что каким бы он ни был несовершенным, Иисус возлюбил его. Он везде говорил, он возлюбил меня. Не я его возлюбил так сильно, он возлюбил меня. Я молюсь о том, чтобы те из вас, в кого Бог вкладывает ревность, видеть славу Божью, видеть чудеса Божьи. И я знаю, что этот марафон, он активирует людей пробуждения, людей прорыва, людей, которые будут воскрешать мёртвых, потому что это то, что делал Иисус. И этого будет больше в вашей жизни. Потому что может быть тот из вас, кто сейчас проходит освобождение от порнографической зависимости, алкогольной зависимости, игровой зависимости, финансовой зависимости, Бог даёт вам ревность, ревность, приносить свободу в темнице, приносить слух слепым, открывать зрение тем, кто слеп. Господь хочет, чтобы вы приносили Его свободу, Его присутствие. Во имя Иисуса Христа я молюсь сейчас вместе с вами. Господь, пусть мы войдём в глубину, в глубину, Господь, Твоих вод живых. Господь, пусть мы войдём, святая святых. Влеки нас, Господь, не отпускай нас. Открой нам, Господь, эту радость постоянного ликования жизни с тобой. Эту песню победы, которая излилась из сердец Павла и силы, когда они были избиты, Господи, в вонючей, гниющей тюрьме среди тех, кого считали отбросы общества, которые были преступниками. И в их песне было ликование небес, потому что в их сердцах был Ты, был тронный зал, Господь. Я прошу Тебя, чтобы этот марафон открывал окна, открывал, Господь, отверстия небесные, чтобы изливалась Твоя вода живого духа, чтобы не только исцеления приходили, но приходило полное восстановление души, полное восстановление духа, обновление разума, Господь. Иисус, пусть жажда по Твоему постоянному огню присутствия наполняет сердца людей. Господь, я благодарю Тебя. Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в благотворительных программах ТБН. Стань настоящим проповедником Евангелия. Прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok